Во имя Отца и Сына Родиной дивного Спиридона был остров Кипр. Сын простых родителей и сам простодушный, смиренный и добродетельный, он с детства был пастырем овец. Придя в возраст, сочетался с законным браком и имел детей. Прожив немного лет в супружестве, жена его умерла, и он еще беспрепятственнее и усерднее стал служить Богу добрыми делами, тратя весь свой достаток на принятие странников и пропитание нищих. Этим он, живя в миру, так благоугодил Богу, что удостоился от Него дара чудотворения. Он исцелял неизлечимые болезни и одним словом изгонял бесов. За это Спиридон был поставлен епископом города Тримифунта в царствование императора Константина Великого. И на епископской кафедре он продолжал творить великие и дивные чудеса. Однажды на острове Кипре было бездождие и страшная засуха, за которой последовал голод, а за голодом мор, множество людей гибло. Небо заключилось, и нужен был второй Илья, или подобный ему, который бы отверз небо своей молитвою. Им оказался святой Спиридон, который, отечески жалея погибающих от голода, обратился с усердной молитвой к Богу, и тотчас небо покрылось со всех сторон облаками, и пролился обильный дождь, не прекращавшийся несколько дней. Святой помолился опять, и настало ведра. Земля была обильно напоена влагой и дала обильный плод, и после голода было во всем великое изобилие. Но через несколько лет за грехи людские, по попущению Божию, ту страну опять постиг голод. Богатые хлеботорговцы радовались дороговизне, имея хлеб, собранный за несколько урожайных лет, и, открыв свои житницы, начали продавать его по высоким ценам. Был тогда в Тремифунте один хлеботорговец, страдавший ненасытной жадностью к деньгам и неутолимой страстью к наслаждениям. Привезя множество хлеба на кораблях в Тремифунт, он не захотел продавать его по той цене, какая в то время стояла в городе, но ссыпал его в склады, чтобы дождаться усиления голода, и тогда, продав подороже, получить больший барыш. Когда голод сделался почти всеобщим и усиливался со дня на день, он стал продавать свой хлеб по самой дорогой цене. И вот пришел к нему один бедный человек, и, униженно кланяясь, со слезами умолял его оказать милость, подать немного хлеба, чтобы ему, бедняку, не умереть с голоду вместе с женой и детьми. Но немилосердный и жадный богач не захотел оказать милость нищему и сказал, ступай, принеси деньги, и у тебя будет все. Бедняк, изнемогая от голода, пошел к святому Спиридону и с плачем поведал ему о своей бедности и о бессердечии богатого. «Не плачь», — сказал ему святой, — «иди домой, ибо дух святой говорит мне, что завтра дом твой будет полон хлеба, а богатый будет умолять тебя и отдавать тебе хлеб даром». Бедняк вздохнул и пошел домой. Едва настала ночь, как пошел сильнейший дождь, которым подмыла житница немилосердного сребролюбца и водой унесло весь его хлеб. Хлеботорговец со своими домашними бегал по городу и умолял всех помочь ему и не дать ему из богача сделаться нищим, а тем временем бедные люди, видя хлеб, разнесенный потоками по дорогам, начали подбирать его. Набрал себе с избытком хлеба и тот бедняк, который вчера просил его у богача. Видя над собою явное наказание Божие, богач стал умолять бедного, брать у него за даром столько хлеба, сколько он пожелает. Один известный святому земледелец пришел к тому же самому богачу с просьбой дать ему взаймы хлеба на прокорм и обещался с лихвою возвратить данные ему, когда настанет жатва. У богача, кроме размытых дождем, были еще и другие житницы, полные хлеба. Но он, недостаточно наученный первой потери и не излечившись от скупости, и к этому бедняку оказался немилосердным. «Без денег, — сказал он, — ты не получишь от меня ни одного зерна». Тогда бедный земледелец заплакал и отправился к святителю Божию Спиридону, которому и рассказал о своей беде. Святитель утешил его и отпустил домой, а наутро сам пришел к нему и принес целую груду золота. Он отдал это золото земледельцу и сказал, «Отнеси, брат, это золото тому торговцу хлебом и отдай его в залог. А торговец пусть даст тебе столько хлеба взаймы, сколько тебе сейчас нужно для пропитания. Когда же настанет урожай, и у тебя будет излишек хлеба, ты выкупи этот залог и принеси его опять ко мне». Бедный земледелец взял из рук святительских золото и поспешно пошел к богатому. Корыстолюбивый богач обрадовался золоту и тотчас же отпустил бедному хлеба, сколько ему было нужно. Потом голод миновал, был хороший урожай, и после жатвы земледелец тот отдал с лихвою богачу взятый хлеб и, взяв от него назад залог, отнес его с благодарностью к святому Спиридону. Святой взял золото и направился к своему саду, захватив с собою и земледельца. «Пойдем, — сказал он со мной, брат, — и вместе отдадим это тому, кто так щедро дал нам взаймы». Войдя в сад, он положил золото у ограды, возвел очи к небу и воскликнул «Господи Иисусе Христе, Своей волею все созидающий и притворяющий, повели и этому золоту, ранее превращенному тобою из животного, опять принять первоначальный вид свой». Когда он так молился, кусок золота вдруг зашевелился и обратился в змею, которая стала извиваться и ползать. Таким образом, сначала змея по молитве святого обратилась в золото, а потом так же чудесно из золота опять стала змеей. Один добродетельный муж, друг святого, по зависти злых людей был оклеветан перед городским судьей и заключен в темницу, а потом и осужден на смерть без всякой вины. Узнав об этом, блаженный Спиридон пошел избавить друга от незаслуженной казни. В то время в стране было наводнение, и ручей, бывший на пути святого, переполнился водой, вышел из берегов и сделался непроходимым. Чудотворец, веруя во всемогущество Божие, приказал потоку как слуге «Стань!» «Так повелевает тебе владыка всего мира, чтобы я мог перейти, и спасен был муж, ради которого я спешу». Лишь только он сказал это, поток остановился в своем течении и открыл сухой путь. Свидетели чуда поспешили к судья и известили его о приближении святого и о том, что он совершил на пути, и судья тотчас освободил осужденного. Случилось, что в один день умерла дочь святого Спиридона Ирина. Время своей цветущей юности она в чистом девстве провела так, что удостоилась Царства Небесного. Между тем к святому пришла одна женщина и с плачем рассказала, что она отдала его дочери Ирине золотые украшения для сохранения. А поскольку та в скором времени умерла, то отданная пропала без вести. Спиридон искал по всему дому, не спрятаны ли где украшения, но не нашел их. Тронутый слезами женщины, святой Спиридон вместе со своими домашними подошел к гробу дочери своей и, обращаясь к ней как к живой, воскликнул, «Дочь моя Ирина, где находятся украшения, вверенные тебе на хранение?» Ирина, как бы пробудившись от крепкого сна, отвечала, «Господин мой, я спрятала их в этом месте дома». И она указала место. Тогда святой сказал ей, «Теперь спи, дочь моя, пока не пробудет тебя Господь». На всех присутствовавших при виде такого дивного чуда напал страх, а святой нашел в указанном умершую месте спрятанное и отдал женщине. По смерти Константина Великого империя его разделилась на две части. Восточная половина досталась его старшему сыну Констанцию, который, находясь в Антиохии, впал в тяжкую болезнь, которую врачи не могли исцелить. Тогда царь обратился к всемогущему целителю души телес Богу с усердной молитвой об исцелении. И вот в видении ночью перед императором предстал ангел, который показал ему целый сон епископов и среди них особенно двоих, которые, по-видимому, были вождями и начальниками остальных. Ангел поведал царю, что только эти двое могут исцелить болезнь. Пробудившись и размышляя о виденном, он не мог догадаться, кто были виденные им два епископа. Имена и рот их остались ему неизвестными, а один из них тогда, кроме того, не был еще и епископом. Долгое время царь был в недоумении и, наконец, почему-то доброму совету, собрал к себе епископов из всех окрестных городов и искал между ними виденных им двоих, но не нашел. Тогда он собрал епископов во второй раз, и теперь уже в большем числе и из более отдаленных областей, но и среди них не нашел виденных им. Наконец, он велел собраться к нему епископом всей его империи. Царское приказание достигло и города Тримифунта, где епископом был святой Спиридон, которому все уже было открыто богом относительно царя. Тот же же святой Спиридон отправился к императору, взяв с собою ученика своего Трифилия, вместе с которым он являлся царю в видении. И который в то время, как сказано было, не был еще епископом. Прибыв в Антиохию, они пошли во дворец к царю. Спиридон был одет в бедные одежды и имел в руках финиковый посох, на голове митру, а на груди у него привешен был глиняный сосудец, как это было в обычае у жителей Иерусалима, которые носили в таком сосуде елей от святого креста. Когда святой в таком виде входил во дворец, один из дворцовых служителей, богато одетый, счел его за нищего, посмеялся над ним, не позволяя ему войти, и ударил его по щеке. Но преподобный по своему незлобию и памятуя слова Господа подставил ему другую щеку. Тогда служитель понял, что перед ним стоит епископ, и, осознав свой грех, смиренно просил у него прощения, которые и получил. Едва только святой вошел к царю, тот сейчас же узнал его, поскольку в таком именно образе он явился царю в видении. Констанций встал, подошел к святому и поклонился ему, со слезами прося его молитв и умоляя об уврачевании своей болезни. Лишь только святой прикоснулся к голове царя, тот тотчас выздоровел. Царь оказал ему великие почести и в радости провел с ним весь тот день, оказывая уважение к своему доброму врачу. Расставшись с царем и возвращаясь к себе, святой был принят на дороге одним христолюбцем в дом. Здесь к нему пришла одна женщина-язычница, не умевшая говорить по-гречески. Она принесла на руках своего мертвого сына и горько плача положила его у ног святого. Никто не знал ее языка, но слезы ее ясно свидетельствовали о том, что она умоляет святого воскресить ее ребенка. Святой, избегая отщетной славы, сначала отказывался совершить это чудо, но все-таки по своему милосердию был побежден горькими рыданиями матери и спросил своего диакона, «Что нам делать, брат?» «Зачем ты спрашиваешь меня, отче?» отвечал диакон. «Что другое сделать тебе, как не призвать Христа, столь много раз исполнявшего твои молитвы? Если ты исцелил царя, то неужели отвергнешь нищих и убогих?» Еще более побуждаемый этим добрым советом к милосердию, святитель прослезился и, преклонив колено, обратился к Господу с теплой молитвой. И Господь услышал молитву Спиридона и возвратил дух жизни языческому младенцу, который, ожив, тотчас и заплакал. Мать, увидев свое дитя живым, от радости упала мертвой. Не только сильные болезни, сердечная печаль умершляют человека, но иногда то же самое производят и чрезмерные радости. Итак, женщина та умерла от радости, а всех ее смерть повергла после неожиданной радости по случаю воскрешения младенца в неожиданную печаль и слезы. Тогда святой опять спросил диакона, «Что нам делать?» Диакон повторил свой прежний ответ и святой опять прибег к молитве. Затем он сказал, умершей, лежавшей на земле, «Воскресни и встань на ноги!» И она встала, как пробудившаяся от сна, и взяла своего живого сына на руки. Придя в одно селение по делу, святой Спиридон вошел в церковь и велел бывшему там диакону сотворить краткую молитву. Святой утомился от долгого пути и сильной жары. Но диакон начал медленно исполнять приказанное ему и, нарочно растягивая молитву, как бы с некой гордостью произносил возгласы и явно похвалялся своим голосом. Гневно посмотрел на него святой, хотя и добр был от природы, и, порицая его, сказал, «Замолчи!» И тотчас же диакон онемел. Он лишился не только голоса, но и самого дара слова и стоял, как совершенно не имеющий языка. На всех присутствовавших напал страх. Весть о случившемся быстро разнеслась по всему селению, и жители сбежались посмотреть на чудо. Диакон упал к ногам святого, знаками умоляя разрешить ему язык. О том же умоляли епископа друзья и родственники диакона. Но не сразу святой снизошел на просьбу, ибо суров был он с гордыми и тщеславными. Но, наконец, простил провинившегося, разрешил ему язык и возвратил дар слова. При этом он, однако же, запечатлел на нем след наказания, не возвратив его языку полной ясности, и на всю жизнь оставил его слабоголосым, косноязычным и заикающимся, чтобы он не гордился своим голосом и речью. Однажды святой Спиридон вошел в своем городе в церковь к вечерне. Случилось так, что в церкви не было никого, кроме церковнослужителей. Но, несмотря на это, он велел возжечь множество свечей и лампад и сам стал перед алтарем в духовном умилении. И когда он в положенное время возгласил «Мир всем», и не было народа, который бы на возглашаемое святителем благожелание мира дало обычный ответ, внезапно послышалось сверху великое множество голосов, возглашающих «И духови твоему». Хор этот был велик истроен и сладкогласнее всякого пения человеческого. Диакон, произносивший Ектинью, пришел в ужас, слыша после каждого прошения дивное пение сверху «Господи помилуй». Это было услышано даже находившимися далеко от церкви. Люди поспешили туда, и по мере того, как они приближались к церкви, чудесное пение все более и более наполняло их слух и услаждало сердца. Но когда они вошли в церковь, то не увидали никого, кроме святителя, с немногими церковными служителями. Рассказывают также о смирении блаженного Спиридона. Так он, будучи святителем и великим чудотворцем, не гнушался пасти овец бессловесных и сам ходил за ними. Однажды воры ночью проникли в загон, похитили несколько овец и хотели уйти. Но Бог, любя угодника своего и охраняя его скудное имущество, невидимыми узами крепко связал воров, так что они не могли выйти из ограды, где и оставались в таком положении до утра. На рассвете святой пришел к овцам и, увидев воров, связанных силою Божией по рукам и ногам, своей молитвой развязал их и дал им наставление о том, чтобы не желали чужого, а питались трудом. Потом он дал им одного барана, чтобы, как он сказал, не пропал даром их труд и бессонная ночь и отпустил их с миром. В Александрии созван был однажды собор епископов. Патриарх Александрийский созвал всех подчиненных ему епископов и хотел общей молитвой сокрушить все языческие идолы, которых там было еще очень много. В то время, когда приносились Богу многочисленные усердные молитвы, все идолы в городе и окрестностях пали, только один особо чтимый язычниками кумир остался на своем месте. После того, как патриарх долго и усердно молился о сокрушении идола, однажды ночью явилось ему некое божественное видение и поведано было не скорбеть о том, что идол не сокрушается, а скорее призвать Спиридона, епископа Тремифунского, ибо для того и оставлен был идол, чтобы быть сокрушенным молитвою святого. Патриарх тотчас написал послание к святому Спиридону, в котором призывал его к себе. Получив послание, святой Спиридон сел на корабль и отплыл в Александрию. Когда корабль остановился у пристани, и святой сходил на землю, в ту же минуту идол в Александрии с его многочисленными жертвенниками, рушился, почему и узнали о прибытии святого Спиридона. Ибо когда патриарху донесли, что идол пал, он сказал остальным епископам, «Друзья, Спиридон Тремифунский приближается». И все, приготовившись, вышли навстречу святому и с честью приняв его, радовались о прибытии к ним такого великого чудотворца и светильника мира. На преподобном Спиридоне почивала столь великая благодать и милость Божия, что во время жатвы, в самую жаркую пору дня, его святая глава оказалась однажды покрыта прохладной росой, нисходившую свыше. Это было в последний год его жизни. Вместе со жнецами он вышел на жатву, и вот внезапно, в самый жар, оросилась голова его, и все бывшие с ним на поле видели это и дивились. Потом волосы на голове у него вдруг изменились. Одни сделались желтыми, другие черными, иные белыми. И только сам Бог знал, для чего это было и что предзнаменовало. Святой осизал голову рукою и сказал, что приблизилось время разлучения души его с телом, и стал поучать всех добрым делам и особенно любви к Богу и ближнему. По прошествии нескольких дней святой Спиридон во время молитвы предал свою святую и праведную душу Господу, которому в праведности и святости служил всю свою жизнь. Молитвами святителя Спиридона Тремефунского Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь.